Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о языке программирования ВБА. И начнем мы его немного с истории. Перед вами создатели языка Basic. Это Томас Курс слева и Джон Кэмеди справа. Это было в 1960 году еврейские ученые разработали язык для начинающих. Далее их эстафету подхватили в 1985 году. Это Билл Гейт слева и Пол Аллен, соответственно, справа. Структура языка не поменяла свою первоначальную иерархию. Имеет следующую структуру. Это Workbooks, рабочая книга, Worksheet, рабочий лист. И, соответственно, Range или Cells, это диапазон или ячейка. Нельзя сделать перевод, потому что это очень важно понимать. Да, в дальнейшем будет более понятно. Методы обращения к Workbooks. То есть, если нам нужно обратиться к любому объекту программирования, мы должны знать, как его вызывать. Первое – это рабочая книга, да, где просто указано имя в скобках. Имя указано в скобках, в двойных кавычках. Далее идет эта рабочая книга. Рабочая книга номер 1 или 2 или 3. В зависимости от порядка, с которым мы его открыли. То есть, если мы открыли две книги. Та книга, в которой мы открыли первая, это будет первая книга. Соответственно, та книга, в которой мы открыли вторая, это будет вторая книга. И активная рабочая книга – это та книга, которая сейчас активна. Следующий – это методы обращения к рабочему листу. Также можно по имени, по порядку, или же просто вызвать активный лист. И самыми наименьшими элементами в ВБА у нас являются ячейки или же диапазоны. Можно обращаться раньше А2 – это ячейка А2, или же селс. Давайте перейдем к практике и, например, попробуем разобраться с языком. У нас есть 1, 2, 3, и мы заходим в файл, далее выбираем параметры, и здесь находим «Настроить ленту». Ставим галочку напротив разработчика. У нас появляется вкладчик «Разработчик». Мы переходим в «Разработчик», находим Visual Basic. Это у нас редактор кода ВБА. Открываем его, разворачиваем на левую часть окна. Редактор ВБА имеет следующую структуру. Сверху у нас панель настроек. Слева – перечень листов и модулей. И внизу – это тонкое описание каждого из объектов в перечне модулей. Для того, чтобы нам начать работать, мы заходим в Tools Option и отключаем автоматическую проверку ошибок. Ставим галочку «Обязательно декларирую переменные при их использовании». В дальнейшем мы будем использовать переменные и объявлять их, тем самым ускоряя работу программы. Нажимаем «Ок». Добавляем первый модуль. «Insert» – модуль. Модуль – это отдельный контейнер, в который мы будем помещать наш код. Далее мы сворачиваем окно рабочей программы. Делаем его проверить. ВБА-операция у нас начинается с кодового слова sub. Да, это начало макроса. Далее в ВБА-языке используется так называемая верблюжья аннотация. То есть, если мы называем макрос, то мы каждое слово пишем с большой буквы. То есть, это у нас будет первый макрос. И далее мы начнем с самых маленьких объектов и перейдем к более крупным. Для того, чтобы написать обращение к ячейке B3, мы можем просто написать «Range», в двойных кавычках указать B3 и задать значение. Как и во всех, в ВБА-языке у нас код выполняется справа налево. Если нам нужно написать число, мы пишем число. Если нам нужно написать текст, мы пишем текст в двойных кавычках. Это правило языка. Далее мы можем запустить макрос, нажав на Play или F5, или же выполнить его по шагу, нажав F8. Нажимаем F5, видим, что у нас заполнилось. Далее для того, чтобы закомментировать данную строчку, можно написать «RAM» или же можно поставить «Одиночную кавычку». Для того, чтобы обратиться к следующей синей ячейке, мы используем значение «CELLS». Как мы видим справа, нам не очень удобно считать столбцы, потому что у нас они записаны буквами английского алфаита. Именно поэтому переходим в параметры и в формулу ставим тип ссылок R1, S1. Соответственно, это строки и столбцы. Далее пишем первый «CELLS» — это строка, а второй — это столбец. Пишем «CELLS 7.3», выполняем и видим результат. Следующее, что нам необходимо понять, если мы хотим сразу обратиться к диапазону ячейки, как в примере 2, нам также достаточно написать «RANGE» и написать «Далее». Можно указать диапазон через двоеточие, как мы привыкли, это «B3» по «D11». И задать также им значение, допустим, какого-то текста. Выполним и посмотрим результат. Если, допустим, нам необходимо обратиться из любого листа, допустим, к листу номер 3, то нам необходимо написать его название и далее прописать уже непосредственно сам адрес. Мы пишем «WORKSHEAT». Далее пишем в двойных кавычках его название, в данном случае это «Пример 3». Потом мы указываем также диапазон ячейок «RANGE B3» — «D11». И даем значение. Значение у нас будет, допустим, 11. Нажимаем «Выполнить». Обратите внимание, что мы выполняем его из второго листа. И в «Примере 3» у нас появляются заполненные ячейки. Если нам необходимо написать какой-то из двух них, значит, мы должны указать еще и название. К примеру, мы открываем второй файл, который у нас называется «Пример». Он имеет точно такую же структуру. И теперь нам нужно написать именно к файлу «Пример», к диапазону листа номер 3, то же самое. Тут мы пока закомментируем. И напишем следующее. Нам необходимо написать «WORKBOOK». Далее мы указываем имя книги. Это пример. После чего мы ставим точку. Обращаемся к рабочему листу. Указываем имя листа. И далее указываем диапазон, который мы применяем. Это у нас «RANGE B3D11». Укрываем и даем значение также «11». Нажимаем «Выполнить». И у нас в книгу «Пример» записывается результат. Также можно поменять, допустим, другой результат поставить. Мы поставим в двойные кавычки цифру. 11 плюс 11 в двойных кавычках. Результат у нас будет 1111. Потому что ВБА воспринимает это как текст. Просто его склеивает. На этом все. До следующей среды. Подписываемся на канал. Ставим лайк. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...